Привет всем! Тема нашего сегодняшнего видео назначение Как работает ламбда зонд? Что это? Простые секреты, как с помощью сканера OBD2 оценить и проверить кислородный датчик и работу двигателя. Функция кислородного датчика и проверка. О том, что такое ламбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Ламбда зонд это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания двигателя. Он способен своевременно предупредить мозг автомобиля и автовладельца о дестабилизации рабочего процесса двигателя. Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому ее работу необходимо постоянно контролировать и мониторить. Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку мозгу автомобиля о том, какое количество кислорода содержит выхлобную смесь на выпускном коллекторе, а ЭБУ, исходя по сигналам кислородного датчика, в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха в камере сгорания. ЭБУ и исполнительные механизмы автомобиля запрограммированы так, чтобы в камере сгорания двигателя попадало бензин и воздух строго по соотношениям 1 к 14,7. Такое соотношение обязательно для того, чтобы получить оптимальную мощность и минимальное загрязнение окружающей среды. Это доказано по-научному. Если двигатель исправен, ЭБУ количество соотношений бензина и воздуха контролирует с помощью датчика массового расхода воздуха. Но если какой-то узел, деталь двигателя повреждено, тогда само собой ЭБУ не может контролировать и регулировать нормальный процесс работы двигателя без дополнительного устройства. Один из неисправностей в двигателе может быть неисправность катушки зажигания или неисправность фасунки, например. Также может в двигателе имеется подсос воздуха и обязательное научное условие соотношения горючего и воздуха нарушается. В таком случае нас спасает датчик кислорода лямбда зонт. Я этот датчик еще называю датчик «Доверяй, но проверяй» королева всех датчиков на двигателе. С помощью этого датчика, если сказать на простом языке и более понятливее, в ЭБУ передается информация о составе, о количестве кислорода в выхлопном трубе. Потом эту информацию ЭБУ подсчитывает по заданным математическим формулам, какое количество воздуха и бензина в данный момент попало в камеры сгорания и высчитывает ламбда коэффициент. Если ламбда больше единицы, смесь в камере сгорания бедный. В ней недостаток горючего вещества и излишек кислорода. После этого ЭБУ пытается отрегулировать и в следующем цикле в камеры сгорания добавляют количество горючего. При альфа-меньшей единице в смеси недостаток кислорода и излишек горючего вещества. Такая смесь называется «богато» и на следующий цикл ЭБУ пытается уменьшить количество подаваемого горючего в камеры сгорания. То есть из этого выходит, что если в двигателе возникают хоть небольшая неполадка, ЭБУ с помощью полечения данных из ламбда-зонда пытается регулировать неполадку. Чтобы 1. Из-за попадания многого бензина в камеры сгорания мы не получили повышенный расход топлива. 2. Из-за попадания в камеры сгорания малого количества бензина мы не теряли мощность двигателя. 3. И в конце концов, что мы получили на выхлопе максимально чистый, отработанный газ, соответствующий экологическим нормам. Если выхлоп у нас на трубе получается слишком токсичный, это вызвано тем, что у нас стохло ламбда-зонт или неполадка в двигателе критически и ЭБУ не справляется с этим проломкой. В таком случае мы в итоге получаем троение двигателя. И если троение перебоя нету, чувствуется потеря мощности или перерасход топлива. На приборной панельке выскакивает значок «Чек», который нам говорит, что пора в мастерской и нужно исправить поломку. Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика тоже могут появиться неисправности. Каждый ламбда-зонд имеет свой ресурс, после выработки которого он может начать работать неправильно или просто сломаться. Также он может просто забиться. В этом случае можно попытаться произвести ее восстановление с помощью очистки. Но для начала его нужно проверить. Если причина поломки в катушке зажигания, в свече, в форсунке или, например, в исчезче из строя клапана, то это понятно и есть об этом много инструкций в интернете. Но так как в этом видео речь идет именно об ламбда-зонде, интересно, как ее проверить. Об этом тоже есть много инструкций и видео в интернете. На ютубе, если набрать в поиске, как проверить ламбда-зонд, есть множество материалов, где мама, папа, дочь рассказывают, как можно проверить кислородный датчик старого образца. Но дело усложняется тем, что в последнее время почаще стали применять в современных двигателях современные широкополосные 5-проводные ламбда-зонды. И это утрудняет дело в диагностике. Но не стоит отчаиваться. Я перечитал много инструкций, материалов и об этом поговорим в другом видео, так как много придется тут рассказывать. Если легко можно проверить простой ламбда-зонд, то как правильно проверить 5-проводные ламбда-зонды, это довольно деликатная тема. Такие ламбда раньше устанавливались только на дорогих эксклюзивных машинах. Тут, в этом видео, только лишь покажу простые секреты, как с помощью простого сканера, куда смотреть, чтоб оценить работу нашего двигателя и косвенно оценить, работает вообще или нет ламбда. Вот почему я советую приобрести хотя бы простой сканер OBD2. Ссылки для покупки на Алиэкспресс оставлю ниже в описании этого видео. Для меня, например, удобнее посмотреть ТАНИ с помощью программки MotoTata OBD. Скачать и установить ее на смартфоны можно с Google Play Market. Можно, конечно, и использовать другие программы. Значит, заводим двигатель. Клеим ее до 90 градусов Цельсия. С помощью нашего ЭЛМ-327 и программки MotoTata OBD2 подключаемся к ЭБУ двигателя. Потом нам нужен текущий данный двигатель. И цифровая панель. Коэффициент избитка воздуха. Татчик состава топливно-воздушной смеси. Идеальное значение для этих данных – единичка. И оно должно меняться и подпрыгивать туда-сюда незначительно, если татчик лямбда жив. Также данные в окошке татчик состава топливно-воздушной смеси. Ток в миллиамперах в идеале должно ноль. Но если 5-проводная широкополосная лямбда кислородный татчик жив, оно должно подпрыгивать незначительно от минус до плюс значений. Около нуля. Также самые важные величины – это кратковременная и тонковременные топливные коррекции. Кратковременная коррекция при исправном татчике лямбда должна меняться незначительно в пределах от минус 5 до плюс 5. Долговременная топливная коррекция – это средний показатель кратковременной коррекции на каком-то промежутке времени. И показывает, какое процентное количество топлива добавляется в камере сгорания. Если в двигателе какие-то неполадки. Идеальное значение – ноль. Но, конечно, идеально наш двигатель никогда не будет работать. И считается нормальным, если эти значения укладываются от минус 5 до плюс 5. Это будет означать, что серьезных неполадок в нашем двигателе нет. Чем больше эта цифра в сторону минус или плюс, тем серьезнее неполадка в двигателе. Но, как уверяют специалисты, от минус 10 до плюс 10 – это допустимые значения. Хотя эти данные сканера нам может показывать, что лямбда работает, но для нас – главное качество. Как она вообще работает? Качественно или плохо? Ну и об этом расскажу в другом видео. Как перепроверить, действительно качественно работает кислородный татчик или нет. Сейчас хочу попрощаться. Просто, если это видео было для кого-то полезным, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик и на кнопку «Нравится». Пишите ваши комментарии о вашем опыте и внесите ваш вклад в развитие нашего канала. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok